Юру я знала как бы через своего родного брата Петра. Они дружили очень долго, еще со школы. Как бы мы встречались на общих праздниках с семьями, на общих наших семейных праздниках, но тесно мы с ним не общались. Общаться мы стали, когда он пошел в батальон Айдар служить. И так случилось, что мне позвонили и сказали, что у них нет бензина, нужен бензин. Я со своей сестрой Викторией сложились, чем могли. Попросили канистры, потому что нужно было наливом им отвезти. Попросила Татьяну Тету, у нас есть такая женщина-активистка, волонтер. Она нашла канистры, она помогла с машиной, которая отвезла мальчикам бензин. И вот так мы с того момента стали как бы с Юрой созваниваться. Первая я взяла его телефон, позвонила ему, спросила просто, как дела. Поговорили мы с ним, спросила, говорю, можно я тебе буду иногда звонить? Он говорит, конечно, звонит. Иногда мы перезванивались, я спрашивала, чего вы хотите. Ну, например, им там очень хотелось всегда чего-нибудь вкусненького. Несколько раз Петина, жена, пекла пирожки. Мы делали пиццу. Прошлым летом мы с мамой очень много нарубали обычной свежей капусты, передавали. Карина, это дочь моего брата, рисовала рисунки, писала дядя Юрий от Карины. Ручки свои сине-желтые оставляла на листочках. Вот так мы жили, болели, молились за то, чтобы наконец-то наша страна победила. Ждали. Но так случилось, что Юра погиб. Я считаю, что это один из немногих, который шёл туда не для бравады какой-то, не из-за денег, не из-за славы. Он шёл, потому что по-другому просто не мог. Он очень любил свою страну, он очень любил свою семью. Поэтому он пошёл защищать их, защищать нас от этого страшного слова «война». Я очень надеюсь на то, что сейчас Юрий там лучше, чем было здесь. Я ему очень благодарна за то, что он был таким человеком. Я очень благодарна его родителям за то, что они воспитали такого сына. И мне очень хочется, чтобы его маленькая дочка Ангелинка, она закончила первый класс в этом году, была счастливым, здоровым ребёнком. И очень хочется, чтобы будущий её муж был похож на папу. Потому что редкость встретить мужчин такой силы, такой воли, которым был Юра. Я благодарна судьбе, жизни своей, за то, что она нас свела с Юрой. Мне очень больно и жалко думать о том, что сейчас Юрина жена осталась одна. Ну, я думаю, мы нашей семьёй, нашими волонтёрами никогда не дадим ей остро чувствовать ту потерю, которую сейчас она чувствует. Мы очень стараемся, чтобы она не чувствовала, что она одна. Поэтому, знаете как, многие говорят, что Бог забирает лучших. Я на этот счёт могу сказать, что мы теперь все чувствуем ответственность за то, чтобы мы этот мир сделали лучше. Потому что Юра за это отдал жизнь. И очень хочется, чтобы ему там не было за нас стыдно. Я знаю Юрия как друга своего сына. Не так долго. Но когда началась война, так получилось, что мы немножко помогали в первый год. И он приезжал сюда, ну, на секундочку. Я говорила, заедь, пожалуйста, в Оазис. Мы очень, очень нуждаемся в тебе. Потому что он настолько убедительно говорил, что всё будет хорошо. Нам он нужен был. И я его ждала, когда мой сын сказал, что он должен был в июле месяце ротироваться и быть на нашей территории. Чтобы он хотя бы немножко погонял наших во власти людей, сепаров, на лавочках бабушек. Потому что, ну, невозможно жить. Это была наша надежда. Это наша была опора. Мы выжили только из-за него. Потому что мы верили. Как он говорил, так будет. Я, конечно, верю. Но нам нужны такие были люди. И то, что он ушёл, это потеря, ну, я не знаю. Это больше, чем... Это просто обычный парень. И когда он приезжал, на секундочку, сразу вокруг него детки. Пять лет, девять лет, одиннадцать лет. Он срывал шевроны и дарил им. И он говорил, тётя Валя, я вот из-за них там. Потому что мы должны защищать. А у наших жителей, нашего города, простите, у них только права, обязанности. Они не считают, что они должны защищать родину. Что они должны защищать закон. Ну, вот так. Я хочу вспомнить советские времена и случаи, произошедшие с ректором Московского университета. Как-то он вместе с представительной иностранной делегацией шёл по центральной аллее Московского университета. Где висели ленинские, государственные стипендиаты. Фотографии этих стипендиатов. И гости спросили, наверное, это будущая элита, наверное, это будущие нобелевские лауреаты. Ректор усмехнулся и сказал, будущие лауреаты сейчас играют в футбол и пьют на вечеринках пиво. А это просто люди хорошо учатся. Юрий Гуртяк, как раз, наверное, когда был студентом, его фотография не висела на передовиках учёбок. Но он играл в футбол, наверное, и пил пиво. Но именно те люди, которые способны на поступок, на них и держится наша страна, на них и держится наше общество. К сожалению, я плохо знал своего студента. Я лично его не обучал. Но преподаватели нашей кафедры говорят о нём только самые лучшие слова, как о добром душевном человеке. И наш факультет и наша кафедра гордятся тем, что этот замечательный человек учился именно у нас. Что, возможно, в том, что он читал правильные книги и делал правильные поступки, может быть, есть заслуга в том числе и нашего коллектива. Ну, хотелось бы нам, по крайней мере, так верить. Поэтому мы среди других подразделений нашего университета инициируем такую идею, чтобы памятная доска в честь этого замечательного человека висела именно на нашем корпусе.